Мне не нравится, что сейчас происходит в регионах. Нищета, беднота, депрессия. Москва при этом пухнет. Медом, маслом везде намазаны гигантские структурные диспропорции. Что, экономика растет в России? Кто собрался в Москву, 10 раз подумайте. Игорь Владимирович, я не коренная москвичка, вы, кстати, тоже. Каждый раз, когда я приезжаю домой, я узнаю, что очередной мой друг уехал в Москву. Это тенденция многолетняя, вас она тревожит, пугает как-то? Абсолютно согласен, сложилась такая ситуация, что в Москву едут все, есть такой миф, что в Москве все есть, медом, маслом везде намазаны, что здесь как сыр в масле, и все сюда едут. Есть нюансы, сегодня расскажу об этом выпуске. Да, ребята, кстати, вот, перед тем, как все расскажу, напишите мне в комментариях сейчас, откуда вы, с какого города, во-первых, родом, может быть, куда-то переехали, тоже напишите, куда переехали и почему. Ну и всегда добавляю следующее, кто смотрит до сих пор мой канал без подписки, подписывайтесь и ставьте уведомления. Москва очень большой город, даже, возможно, это отдельная страна, поэтому, конечно, меня это очень сильно беспокоит и тревожит. Гигантские структурные диспропорции возникли и продолжают усугубляться. Вымывание буквально людей из регионов происходит с блокировкой вообще какой бы то ни было возможности что-то сделать дельное в регионах, ослабевает регион. Москва при этом пухнет, изобилует и уже не знает, как справиться со всем этим разнообразием, изобилием и так далее, с пробками справиться, как это. Конечно, волнует, тревожит, на самом деле это не сулит нам, в общем-то, никакой силы. Такая агломерация, такая плотность, которая уже в Москве есть на сегодня и та, которая сложится в ближайшие десять лет, но на самом деле никакой в этом силы для страны и нашего общества нет. Поэтому, конечно, тревожит. В чем, как вам кажется, причина того, что так сложилось, что все в Москве, деньги в Москве, работа в Москве, а за Москвой ничего нет? Этому есть две причины. Первая — это исторические миграционные потоки на столицу, они, в общем-то, исторически сложились и всегда были, это естественные потоки. Но это не такой значительный фактор. А самый значительный фактор — это система перераспределения благ, которая действует в сегодняшней России. В Советском Союзе, кстати, была не такая система, она не приводила к такому росту агломерации Москва. А вот в сегодняшней России процесс следующий. Сперва мы полностью все налоги забираем, практически полностью, под ноль. Забираем, а потом делаем, так сказать, трансферты региону. К чему приводит такая система распределения? Во-первых, появляются регионы любимчики и не очень. Во-вторых, такая система приводит к тому, что огромное количество участников, которые могут подкрутить распределение бюджетных транспортов куда-то, на руках налипает и так далее. Такая упрощенная модель получается, которая, ну, вроде как перераспределяет, но результат-то налицо. Что, экономика растет в России, благосостояние граждан растет, зарплата растет. Кроме того, что структурные диспропорции нарастают, одни, значит, жируют у одних на плитку, на одну плитку в Москве, знаешь, сколько тратится каждый год? То, что в Москве тратят на плитку, в других городах это бюджет за пять лет. Кому это несправедливая система и зачем нужна? Конечно, текущая система очень выгодна вертикали власти. Ну, понятно, что если все регионы и все губернии и все города полностью теперь зависят от бюджетных транспортов в вертикали, то регионы, ну, они как бы смиренные, они постоянно приходят и договариваются. Окей. Она очень классно проводит любую хорошую штуку до самого космодрома Восточный. Легко. Хорошую штуку. Так же успешно и быстро она проводит самую величайшую глупость. Так же, по полной программе. Ну, что такое глупость? Глупое действие, ошибка, ну, кто-то совершил ошибку, и вот эта ошибка по вертикальной системе распространяется на всю страну. Есть версия, что если дать регионам свободу и экономическую, то Татарстан, Якутия, кто угодно еще, Кавказ, прежде всего, они тут же сбегут. Что вы по этому поводу думаете? В прошлом веке существовала обильная дискуссия на эту тему, что необходимость введения драконовских мер, автократизма или такого централизованного руководства вызвана тем, что люди не способны самоорганизоваться, регионы не способны самоорганизоваться и так далее. Дело в том, что вот это все не соответствует действительности. Сильнейший пример является Швейцария, сильнейший уровень саморегуляции кантонов, по-нашему областей или маленьких районов. Прямо вот буквально до маразма, опять же, у них тоже куча перекосов. То есть пока сход народный там не решит, они ничего не могут делать. Но длительное применение данного подхода, опять же, длительное, привело к тому, что мы все видим, как ухожена Швейцария, как они относятся к труду, какие у них компании, благосостояния и так далее. На самом деле наша экономика сейчас, получается, в заложниках находится ранее принятого решения, которое было актуально для тех времен, ранние 2000-е, когда необходимо было правительству навести порядок в федерализме, убрать сепаратистские явления. Но сегодня текущая система распределения — это гигантский сплошной тормоз и гашение российской экономики. Я недавно была на Дальнем Востоке, и там люди прямо пропитаны ненавистью к Москве и к москвичам. И мне кажется, что это как раз результат вот этой вот структуры, которая у нас сложилась. Это уже ненависть не к правительству, которое так сделало, а к конкретным людям, которые здесь живут. Регионы считают, что здесь кто-то жирует, а они поэтому бедные. Вы вот это замечаете, и что с этим делать? Потому что это же разъединяет страну. Конечно, замечаю. Более того, я в этом живу, и я вижу, как поедом едят себя люди в России. Вся страна пропитана ненавистью. Слушай, ненависть к ближнему, ненависть к соседу, ненависть к соседу — я поставлю забор, вот отделюсь от соседа, чтобы вы не видите его и так далее. То есть ненависть — это следствие нашего сегрегационного подхода. Отделение себя от страны, то есть отделение себя от города, отделение себя от всего. В результате нам очень страшно, нам очень страшно. И для того, чтобы отвлечься от этого страха, мы впадаем в состояние агрессивных импульсаций. Это особенность уклада, воспитания нашего общества, которое досталось нам из позднего Советского Союза. То есть мы ненавидим то, что мы делаем, мы ненавидим друг друга, мы ненавидим страну, мы ненавидим Америку, мы ненавидим Китай. Что мы любим? Березки. Мы любим березки, мы любим культуру, живя при этом в культуре ненависти. Мы любим то, чего нет — основа проблемы. Мы себя не любим. Поедом есть себя, заниматься самобичеванием, с переходом вот в это ненавистничество состояние — это просто наша привычка. Когда ты начинаешь смотреть на будущее с точки зрения, какая еще неблагоприятность может приключиться, конечно, ты ее находишь. Регионы сейчас, по сути, оказались в такой ситуации двойного удара. С одной стороны, не хватает денег, с другой стороны, люди активные, которые хотят эти деньги заработать, они уезжают. В Советском Союзе это решалось в том числе дотациями. Комсомольскими путевками решалось. Решалось комсомольскими путевками, решалось институтом прописки. Может быть, это как-то надо возвращать. Есть много способов перераспределять людей по территории. Прописка, комсомольские путевки, партия сказала, комсомол ответил — есть и так далее. И, в общем-то, сейчас это тоже применяется. Но факторы времени нужно учитывать. Интернет, люди более осведомлены о том, какие альтернативы есть. И когда человек знает, что в его жизни могло бы происходить, он устремлен туда. И уже просто так не разведешь всякими вот этими манипуляциями, которыми регулярно занимаются те, кто из этого интерес извлекает. Поэтому тем, кто недееспособен в организации системы распределения, я могу только одно сказать. Друзья мои, система неэффективна, и это не вы плохие, а система устарела, поэтому его надо реформировать. И мне не нравится, что сейчас происходит в регионах. Нищета, беднота, депрессия — нехорошо это, это от слова совсем нехорошо, это тупик. И я так скажу, что другого способа, кроме брать в свои руки ситуацию заботы о себе, уже нету. С учетом развития интернета и вообще цифровых бизнесов, может ли вот это поменять ситуацию, когда не нужно будет уже тащиться в Москву, чтобы заработать деньги? Да, определенные ходы открываются в свете информатизации, цифровизации, интернетизации и так далее. Бизнес-сообщество Эквиум — нац-проекты и экосистемные проекты, которые делают или поддерживают, в зависимости от своего выбора, предприниматели клуба Эквиум. Один из этих экосистемных проектов — это популярные или современные IT-профессии в регионе. То есть предприниматели Эквиум, присоединяясь к инициативе, популярные профессии в том регионе, где он живет, где у него бизнес и так далее, организовывают такие школы о переобучении людей на профессии, с помощью которых человек может distant работать. При наличии интернета, будучи в каком-то малом городе, в деревне, пожалуйста, он может выполнять distant работу и хорошо зарабатывать, значимо зарабатывать. Это большой миф, что, приехав в Москву, ты здесь вот будешь как сыр в масле кататься. Это миф, который ежегодно сотня тысяч людей, значит, просто переезжает, кому горло переезжает, кому что-то, кого-то травмирует на всю оставшую жизнь. Поэтому, значит, кто собрался в Москву, 10 раз подумайте, может быть, лучше IT-профессию взять и distant работать. В России уже три с половиной миллиона людей на distant, три с половиной. Еще до ковидные времена было всего до миллиона, а сейчас три с половиной миллиона. Динамика просто фантастическая. Есть огромный прогноз, что в ближайшие пять лет будет 10 с половиной, ну там, за 10 миллионов distant. В финале хочу таким образом вопрос задать. Как вы видите решение этой проблемы? А с точки зрения государства и правительства, Б с точки зрения обычного человека из Архангельской области, который получает двадцатку в месяц. И с точки зрения человека, который заработал деньги, может быть, в Москве, уже неплохие и у него все хорошо. Хорошо, тогда с точки зрения государства и правительства. Первое. Я сразу отброшу людей, которые пришли в правительство для того, чтобы набить карманы. Я сейчас остановлюсь на тех людях, которых принято называть, но государственники, которые реально хотели бы совершенствовать системы распределения благ ради экономического развития и повышения качества жизни. Государевым людям важно знать следующее, что качественные параметры усиления, улучшения качества жизни населения, ну как бы надо поставить себе в оценку работы. Например, в отчете мы читаем, качество жизни выросло на 10 процентов. В нашем окружении есть 10 людей, значит, из десяти должен быть хотя бы один, который скажет, ну вот я ощущаю сейчас рост качества. Если его нет, люди не будут верить этим показателям. И если вам не удается достигать их динамику, ну как я скажу, самоотвод, уходите, ну берите, увольняйтесь, уходите в отставку и так далее. Итак, пункт D — обычный человек, работяга, трудяга, 20 тысяч заработок, небольшой город, 20 тысяч у него даже неплохо, у других 8 тысяч в этом городе, 12 тысяч. Непонятно вообще, как на такие деньги люди живут, ну там, подсобное хозяйство как-то крутится. Поэтому я скажу сейчас очень простой набор нескольких советов, рекомендаций таким людям. Первое, знай, убрал догмы, что тебе надо здесь остаться, да, смотри, может быть в Краснодарский край, может какой-то хутор переезжать, где тепло, где огурцы, помидоры, где ты можешь тепличку сделать. Вот, да, раз. Второе, не надо слушать тех, кто давно привык жить как-то, которые тебя успокаивают, мы все так живем, посмотри, не надо слушать. Нужно найти ситуацию, в которой тебе будет хорошо, где ты не будешь постоянно вынужден компенсировать и удерживать давление, которое у тебя изнутри. Ищи, проболей как следует, найди комбинацию, попробуй, съездить. Давай, если ты там в Шеверном городе живешь, Мурманск, например, окей, Мурманск будет дальше терять население. Это естественные миграционные потоки. Если ты молодой человек, distant, ты не ходишь никуда в Мурманске при наличии интернета, я надеюсь, в Мурманске есть интернет, я просто не знаю. Ты distant работаешь, все, ты зарабатываешь деньги, а дальше ты решай, в Мурманске тебе оставаться или, внимание, ты выберешь себе, что это будет, может быть, Бали, может быть, Краснодарский край, может быть, Белгород. Пожалуйста, только не надо догматическими поводами страдать, значит, что ты должен что-то, кому-то, и там, где родился, там и пригодился. Я, кстати, за, где родился, там и пригодился, и сейчас я перейду к людям, для которых работает схема, где родился, там пригодился, где ты благоустроишь то место, откуда ты. Но это не просто рабочие, служащие и так далее. У них силенок хватает на то, чтобы самообеспечить свою семью, себя и о себе позаботиться. Ну и вот, так сказать, домики, дворики и, может быть, хуторы, может быть, селе, поселение, об общей дороге и так далее. Но больше не хватает силенок, надо это понимать. И переходим, соответственно, к предпринимателям, кого называют бизнесменом, предпринимателем, кого есть деньги, кто финансово автономен и кто видит, что от его решений и от качества его решений зависит, на самом деле, благоустройство города. Например, я в своей школе, в которой учился, школа 56, город Магнитогорск, организовал фонд на миллион долларов, фонд, такой же, как фонд Нобеля, Нобелевская премия. Во-первых, мы ежегодно выделяем стипендии и гранты ученикам школы за лидерские качества. Не за успехи в учебе и так далее, а за лидерские качества. 15 тысяч рублей в месяц на протяжении, соответственно, учебного года. Такую стипендию может получить ученик нашей школы, если проявит себя как лидер. Дальше. Каждый год выделяется три премии по 560 тысяч рублей для учителей, за которых выпускники школы голосовали по вопросу, кто на вас произвел самое сильное влияние за время, пока вы учились в школе. И, соответственно, те учителя, которые наберут больше голосов, трое из них получает 560 тысяч рублей. Почему 560? Потому что школа 56 умножаем на x10, мой любимый символ, приумножение всего. И здесь мы тоже приумножаем. Каждый предприниматель берет ту или инициативу, и таким образом мы влияем на обустройство своей страны своими руками в моменте. Не ругаем кого-то, не критикуем, не советы раздаем, кто что делает. Нет, делами благоустроим то, где мы живем. И вот это, на мой взгляд, самое существенное, что повлияет на переоснащение нашей страны, увеличение количества людей, которые устали ждать манны небесной, устали сетовать на то, на сё, на обстоятельства, на себя, на соседа и так далее, устали жить в ненависти и нелюбви. Устали и решили в какой-то момент впустить в свою жизнь иное. И я считаю, что именно в такой ситуации, вот при такой организации мы можем принести наибольшую ценность, каждый для себя и для страны в целом.